Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о модели меньшего масштаба. Это 72 техника, и здесь у нас так называемый Skimitor Mark II от For Hobby. Это довольно-таки молодая японская, точнее китайская компания, но наборы от них зарекомендовали себя как довольно-таки подробные модели. И здесь вот, собственно, поэтому я и приобрел модель вот этого Skimitor, потому что в 72 масштабе то, что предлагается из коробки, очень даже впечатляет, и интересно рассмотреть все это поближе лично. Здесь, собственно, тот же самый образец, который вы получите, если вы купите его в любом хорошем модельном магазине. На бокс-арте видна сама техника, и это причем еще, я так понимаю, картина, это даже не цифровой арт, что по-своему необычно и красиво, потому что сейчас многие компании уходят в эту цифровую дигитализацию всех изображений. Вот вы могли видеть в сравнении с моей рукой коробка небольших размеров, как-никак техника 72 масштаба. Здесь на борту у нас есть один из вариантов окраски, опять же, очень надеюсь, что будет внутри их больше. Ну и, разумеется, фото собранной модели также на другой стороне. И сама техника, сам этот скиметр, он, конечно, интересен тем, что даже в реальной жизни он не очень большой. И вот вы можете видеть, например, то, что внутри коробки достаточно места. Каждый литник уложен в отдельный пакет, что тоже похвально, потому что это сохранит детали в должной форме. Здесь мы начинаем с рамки С, и сюда производитель определил детали для башни, как я вижу. Есть также передняя или лобовая бронеплита, и есть различные небольшие элементы внешней проработки. Как-никак, это 72 масштаб, поэтому здесь интерьера не будет, и это, я бы сказал, неудивительно. Но вот внешняя проработка, я смотрю, здесь 4Hobby, конечно, оторвались, и будет очень много всего. И некоторые пластиковые детали придется устанавливать пинцетом, не то что травление. При этом травление здесь тоже есть в комплекте, если что. Ну и в целом вы можете видеть то, что люки некоторые отлиты отдельно, что тоже может пригодиться для некоторых диорамных проектов. Но здесь уже выбор будет за вами, если вы хотите это использовать на вашей модели. Далее у нас идут две похожих рамки. Разумеется, здесь ходовая часть, это означает катки, траки и некоторые детали подвески. Причем траки пластиковые, это тоже очень хорошая вещь. Но с вот этими отдельными звеньями траков, конечно, придется повозиться. В 72-м масштабе они очень маленькие, с трудом умещаются даже на кончике пальца. Поэтому будьте аккуратны при сборке всего этого. Но опять же повторюсь, то что пластиковые детали будут проще окрашивать, и смотреться они будут реалистичнее. Потому что на них можно и с везерингом поработать чуть более подробно. Хотя, конечно, в таких размерах это будет еще нужно умудриться что-то скопировать более-менее сложное, скажем так. И вот вы можете видеть детали с другой стороны. Каждый каток собирается из двух деталей. Есть направляющий штифт, так что никаких здесь проблем не должно возникнуть. Ну и никаких шаблонов, масок здесь в комплекте нет. Поэтому резиновые бандажи придется делать самому. Но это не сложно. Тонкой кистью, я думаю, все вполне получится. Далее у нас идут серые рамки другого типа. Потому что здесь уже идет верхняя половина корпуса и нижняя половина корпуса. Причем интересно то, что они влитые на рамки, не отдельные детали. Но при этом они цельные. И это пригодится в этом масштабе. Потому что такой дизайн вам обеспечит правильную стыковку вот этих крупных панелей. То есть никаких поплывших корпусов здесь не будет. Здесь сразу все как нужно. И должен сказать то, что стыковка вот этих деталей между собой очень даже неплохая. Я собирал эту модель. Вы можете найти видео на канале. И в целом все детали устанавливаются как должны установиться. Инструкция более-менее понятная. Поэтому здесь тоже никаких особых сложностей и трудностей не возникло. Но опять же, свои трудности накладывает масштаб, конечно. Потому что модель небольших размеров. Вы сейчас могли видеть примерное сравнение с моей рукой. И собранный скимитер не займет очень много места даже по меркам 72-го масштаба. Итак, далее я сейчас открываю следующий пакет. Здесь у нас идут остальные рамки. Количество деталей, честно говоря, впечатляет для такого масштаба. Потому что некоторые модели в 35-м масштабе включают меньше компонентов, меньше деталей из коробки, чем вот эта вот моделька. И далее вот сейчас вы увидите другие детали для фонарей. Но сначала я бы хотел показать вот это вот дуло, потому что это тоже очень приятный и полезный бонус. Точеный ствол основного орудия, конечно, лучше, чем пластиковый. Хотя и пластиковый выглядел неплохо. Но получить такое в стандартном комплекте, конечно, тоже очень приятно. И опять же, здесь вот вы можете видеть то, что она полая внутри. То есть смотрится практически как настоящая. Далее сейчас откроем еще дополнение. Также замечу то, что в 72-м масштабе, конечно, сюда неплохо было бы добавить какого-то танкиста. Но вот травление, конечно, здесь заставит повозиться. Не только потому, что оно небольшое, но еще и потому, что нужно будет некоторые детали сгибать. И здесь нужно быть внимательным, чтобы все согнуть в нужную сторону. Особенно вот этот вот щиток глушителя. Это, конечно, очень интересная эпопея. Но при этом, как только вы поставите его на правильное место, вид модели улучшается в разы. Далее идут декали. Здесь ничего особенного. Как я уже понял, здесь декали только для одного варианта окраски. Поэтому, если вы захотите скопировать что-то другое, придется искать фотографии. Честно говоря, для вот этого Mark II CVR не очень много снимков настоящей техники. И это немного удивляет. Кстати, я немного перепутал эту модель с другой. И прозрачного литника здесь нет. Что можно, конечно, записать в довольно-таки существенные минусы. Потому что фары здесь очень заметная часть вот этого танка, скажем так. Сборка начинается с ходовой части. Здесь нужно собрать катки, ведущие и все ленивцы. Но, в принципе, это не сложно. И, как вы помните, нижняя половина корпуса у нас сразу цельная. То есть здесь все, что от вас требуется, установить все на нужные места. А вот дальше уже начинаются интересности. Потому что нужно работать с травлением. Вначале оно используется для сеток моторного отсека. Что, конечно, очень даже хорошо. Потому что в стандартном пластике, да и вообще в 72-м масштабе, скопировать подобную детализацию не получится. И для этого придется использовать травление. Но дальше, вот как вы можете видеть, размер задействованных деталей начинает уменьшаться. И вот здесь уже придется быть внимательным. Потому что некоторые детали травления сразу совмещаются с пластиком. Это тоже накладывает свои сложности. Рекомендую не торопиться и использовать здесь хороший суперклей. Потому что иначе вот эти детали будет очень сложно закрепить в нужном положении. То же самое касается башни. Здесь она очень проработанная. Вначале собирается каркас, а затем уже начинаем на нее, так скажем, надевать броню. И здесь же укрепляются вот эти вот задние ящики и боковые. Опять же, есть немного травления. Как вы помните, у нас металлический точеный ствол. И далее идет один вариант окраски вот этот серый танк. И, в принципе, это все. Не очень понятно, почему ограничились именно только одним вариантом окраски. Но, как я уже сказал, если немного покопаться в гугле, то, может быть, что-то найдете. В целом, модель очень впечатляет для своих размеров. Все это получить из коробки. Это, конечно, показывает уровень развития современных технологий. Ну и набор уже должен быть в продаже. То есть вы можете приобрести его в любом хорошем модельном магазине. Вас же хочу поблагодарить отдельно за то, чтобы вы могли его приобрести. Ну и если есть что сказать о подобной технике в 72-м масштабе, которая буквально умещается на кончиках пальцев, то обязательно пишите в комментариях ниже. Буду рад только прокомментировать вместе с вами, ответить на ваши комментарии вот здесь вот ниже. И если же видео понравилось, обязательно нажимайте кнопку лайка, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за то, что присоединились сегодня и пока.